Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» начинает свое путешествие по Волгоградской митрополии. Мы приехали в кафедральный город Волгоград. В прошлом – Сталинград, а еще раньше – Царицын. Многим он известен благодаря героическим сражениям в годы Второй мировой войны. С точки зрения географии – это один из самых протяженных городов. Ну а о духовной жизни Волгограда – наш сегодняшний рассказ. Ну, если мы будем рассматривать историческую ретроспективу Волгоград, Царицын, Сталинград, то этот храм, он как бы единым стержнем связывает всю историю. И в настоящей корне Царицына они как раздеждаются именно вот на этом соборе. Этот собор как бы основание в свое время историческое был для нашего города. Среди народов, населявших когда-то эти земли, были сарматы, гунны, а позже хазары. Кстати, сравнительно недалеко отсюда, в столицу хазарского Каганата, с дипломатической миссией ездили святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Некоторые из исследователей даже говорят, что здесь они крестили племена русов. И, как пишут источники греческие того времени, здесь было совершено крещение, первое крещение русов было совершено где-то здесь, в 861 году. Позже, недалеко от современного Волгограда, ордынцы основали свою столицу – Сарайберке, куда за Ирлуком на княжение ездили многие русские правители, в том числе и святой благоверный князь Александр Невский. И вот в 1579 году происходят два важных события. В документах впервые упоминается первое название города – Царицын, а в тысячи километров отсюда, в Казани, девочка Матриона находит казанскую икону Пресвятой Богородицы. Совпадение это или нет, но главный храм Волгограда освящен в честь этого образа Царицы Небесной. Первое упоминание о церкви на этом самом месте относится еще к XVIII веку. Тот храм до наших дней не сохранился, а современное здание церкви построено уже в XIX столетии. С места, где открывается один из самых лучших видов на город, возводят храм. Его закладка состоялась в 1896 году, а освящена церковь была 23 августа 1899 года епископом Саратовским и Царицынским Иоанном. На рубеже веков в архитектуре был очень популярен псевдорусский стиль, на его каноны и опирались в проектировании собора. После революции церковь основательно пограбят большевики. 20 марта 1922 года здесь побывала комиссия по изъятию церковных ценностей. Хотя, несмотря на трудности и притеснения, церковь продолжала хранить верность патриарху. Но обновленцы, пользуясь поддержкой властей, пишут жалобы. И в 1939-м храм закрыли. А через два года началась война. 17 июля 1943 года. Точка отсчета героической обороны Сталинграда. Эта страшная битва опалила своим огнем и Казанский собор. Во время тех страшных боев храм сильно пострадал, но все же уцелел. После бомбежек и арт-обстрелов от здания остались одни лишь стены. Именно их и вернули верующим в 1946-м. Но несмотря на то, что от храма сохранилась лишь коробка здания, сюда все равно приходили люди. Как и прежде, уповая на Бога, они искали его защиты и своих близких. Во время войны народ сюда стыкался отовсюду. Во-первых, излить в своей печали горе и радость об освобождении Сталинграда. Ну и потом еще собор явился тем местом, средоточив людского, где народ собирался найти друг друга. Все стены собора были извешены такими объявлениями. Ищу семью свою, ищу брата, ищу сына, ищу дочь. И все приходили сюда, и по этим объявлениям, которые висели на соборе, здесь находили люди друг друга. В 1946 году, когда было первое богослужение, народ не мог вместить и всю площадь. Не только храм, но и всю площадь. Вот те имена, которые были на соборе написаны, еще. Вот ангелы Божии искали тех, кто раскрывали месть сердца перед Богом и отдавали жизни своей за своих близких, за свое отечество. По слову спасителя, нет больше той любви, если кто душу свою положит за друзей своих. Это последние данные говорят о том, что здесь где-то около трех миллионов погибших было кровью. Весь край был. Трех миллионов человек. Но, по всей видимости, больше. Первые месяцы после окончания Сталинградской битвы город представлял собой печальное зрелище. 90% жилых домов было разрушено. Улицы города лежали в руинах. И вот оставшиеся жители, в основном женщины и дети, стали разбирать завалы и параллельно овладевать профессиями – столяров, плотников, каменщиков. Ремонт начался и в Казанском соборе. Строиматериалов не было. Власти отказывались их продавать. Тогда прихожане стали собирать средства для ремонта на базарах и улицах. Но вскоре и это было пресечено руководством города. Но, несмотря на трудности, в 1946 году здесь делают электропроводку и надпись из лампочек. Две буквы – Х и В. Христос воскресе. Первая служба состоялась на вербное воскресенье. Пасхальный праздник 1946 года собирает более 8 тысяч сталинградцев. Половина из пришедших на литургию не поместилась в храме. Остальные молились под открытым небом. Узнав о службах в соборе, жители поселка Рынок привезли сюда спасенную ими из своего разоренного храма, казанскую икону Пресвятой Богородицы и распятие. Ну вот впоследствии этот собор стал кафедральным. Саратовский и Волгоградский кафедральный собор. Ну вот по воспоминаниям из дневника Преосвященнейшего Пимена, архиепископа Саратовского и Волгоградского, там есть такие места о том, что когда он приезжал сюда служить, допустим, в воскресенье, вечерний с акафистом, под благословение подходило по две тысячи человек, потому что собор был один единственный практически. Еще одна была церковь, но она вдалеке, в Никитской. И вот в центре всей духовной жизни был Казанский кафедральный собор. Все старожилы города воспоминают только Казанский собор, потому что здесь все, здесь и радость, и печаль, и горе, здесь люди крестили, здесь провожали последний путь. Это вот такое сердце духовное было города и Сталинграда, и Волгограда. Сейчас в Волгограде открыто много церквей. Есть приходы и в отдаленных районах, но многие люди все равно приходят на молитвы сюда. Казанская икона Божией Матери – это древний царицинский образ, который здесь вот находится. И святители Николы об этом образе есть упоминания, царицинские, скажем так, летописи или сведения о том, что приезжали люди из Астрахани, из Калмыкии, и служили перед образом святителя Николая Чудотворца молебны. И все царицане тоже собирались. И именно описывается образ, точно такой, какой у нас вот в правом пределе находится, хранится. Такой вот образ. В июне 1949-го храм посещает святейший патриарх Алексий I. К его приезду практически закончили ремонт трапезной. На большие праздники сюда, как и после войны, собиралось до 8 тысяч человек. В 80-е годы здесь строят крестильный храм, а в 1989-м при соборе открывается первая в истории посткоммунистической России воскресная духовно-певческая школа Конкордия. Мы очень дорожим Волгоградской землей. Волгоград, Сталинград, Царицын. Потом дальше идет Сарай-Берке, столица Золотой Орды. И следующий идет центр Хазарского каганата со столицей тоже здесь, вот на островах здесь было. Сама земля святая, потому что здесь столько мученической крови, столько горя, печали, страданий перенесла и сама земля, и люди. Вот, и сколько героических подвигов и радости свершений, что происходило здесь. Здесь вся история России, здесь Руси. Реставрировать собор продолжили и в 21 веке. Заново расписали стены, а 10 лет назад зданию храма удалось вернуть исторический облик, выстроены прежде утраченные 4 шатровых купола. Жизнь идет. В Волгограде строится еще один кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Но Казанская церковь, как и прежде, дорога многим. Вместе с городом она прошла и радостные, и трагические периоды жизни. Оставалась местом, где люди даже в самые страшные годы искали защиты, храмом, который восстанавливали в то время, как у многих не было своего дома. Эта любовь и трепетные отношения здесь чувствуются до сих пор. А сегодня мы все соединяемся в такие разные эмоциональности, 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 среду. В Душу установим все едины. И мы совершаем единое дело – спасение нашей души и созидание Матери нашей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok